Добрый день дорогие друзья, прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6. У нас тема сегодня портфельные инвестиции. В гостях у нас Вадим Бит и Врагим, старший портфельный управляющий УК Капитал. Добрый день. Добрый день. С Вадимом будет, я думаю, интересный разговор, потому что это все-таки портфельные инвестиции, и не все любят дейтрейдать, поэтому с вами сегодня будет интересно поговорить о том, как вы делаете выборку акций, и о том, как вы выбираете, и что вы выбираете в долгосрок, потому что огромное количество людей, они просто не предназначены для дейтрейдинга, потому что очень часто к нам в гости приходят именно трейдеры, те, которые там торгуют все внутри дня, индекс РТС, рубль-доллар. Ну вы, как портфельный управляющий, очень сильно зажаты регуляциями, и 90%, наверное, всего, что можно обыкновенному трейдеру, вам делать нельзя. Поэтому вам приходится выжимать какие-то цифры из того, что нельзя, и остается очень мало. Ну да, чаще всего приходится делать выборку из огромного количества эмитентов, ну как условно огромного, которые присланы на российском рынке, и делать ставки все-таки на истории, которые дают какую-то не только спекулятивные возможности или эту высокую волатильность на этих акциях, а сделать, в первую очередь, акцент на акциях, которые представляют собой более-менее серьезные компании, которые растут в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поскольку спекуляции, они все очень хороши, но хороши они для денег, с которых готовы брать очень высокий риск. Все-таки пенсионные деньги и пенсионные накопления – это деньги, которые по умолчанию не готовы идти на большой риск, и в любом случае большая часть этих денег, она уже заинвестирована в ту часть активов, которые приносят минимальный риск и, естественно, минимальную доходность. Поэтому на рынке акций у тебя остается только возможность выбирать более-менее, опять же, еще скажу, растущие истории, которых на нашем рынке не так много, и делать бет на флоу-инфлоу со стороны западных инвесторов, которые берут в первую очередь какие-то очень большие тяжелые бумаги, самые популярные – Сбербанк, тяжелая бумага, и, соответственно, смотреть, как мировая конъюнктура меняется, и в зависимости от этого, соответственно, меняются отношения западных иностранных инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Ну и, соответственно, формируется этот взгляд. Там покупают они Сбербанк, либо они массово отсюда выходят и продают его. А все остальное, все остальную часть портфеля мы активно посвящаем время тому, чтобы выбрать на нашем рынке акции, которые могут представить собой, пусть это будет маленький флоу, пусть это не голубая фишка будет, но это компания, которая будет расти. Это компания, которая будет расти, она будет нравиться инвесторам, которые будут видеть реальные усилия менеджмента, усилия… Это будет большое количество миноритариев, которые там присутствуют, которые могут влиять на принятие решений. И, соответственно, эта компания будет давать некую растущую историю будущим пенсионерам, людям, которые передали нам свою часть накопительной пенсии. А фьючерс на индекс РТС и все остальные деривативные инструменты, я опять же хочу сказать, они имеют место быть. То есть тот же самый фьючерс на индекс РТС, он очень важен с точки зрения хеджирования, потому что если в лонг его брать, на мой взгляд, для таких денег, ну и не только, на мой взгляд, на результат регулятора, опасно достаточно, то с точки зрения хеджирования своего портфеля, который у тебя заинвестирован, там в любом случае он будет заинвестирован, если брать портфель акции, процентов на 50 достаточно такие ликвидные бумаги, поскольку, как показал там восьмой год, нельзя быть полностью заинвестированным во второй, третий эшелон, тебе нужна какая-то ликвидность. И вот эту часть портфеля в какой-то момент времени очень удобно хеджировать самым ликвидным инструментом на российском рынке, это фьючерс на индекс РТС. Но опять же это хеджирование, не спекуляция, то есть это некая возможность снизить волатильность твоего портфеля на каком-то среднесрочном или какосрочном интервале времени. Да, мы просто для радиослушателей, у нас радиослушатели разного формата, просто сообщим, что так как Вадим управляет пенсионными деньгами, то шортить по аббревиатуре они не имеют права, поэтому, о чем Вадим говорит, в те ситуации, когда рынок начинает проваливаться, все, что они могут сделать, это просто продать фьючерс на индекс РТС, но все равно оставаться в портфеле. Да, совершенно верно. То есть фактически, оставляя свою сплот-позицию, ты пытаешься минимизировать риск волатильности твоего портфеля уменьшить. А давай тогда поговорим о том, как вообще ты пришел в индустрию. В индустрию я пришел достаточно своеобразно, потому что изначально я заканчивал такое очень… Ты так прямо говоришь, я думаю, сейчас скажешь театральное. Нет, это тоже близкая сфера была, просто она достаточно была такая масштабная, непонятная, мировая экономика, международные отношения. Я заканчивал Санкт-Петербургский государственный университет. А со временем просто увлекся неким… Вначале увлекся Форексом, потом получил профильное образование уже в Великобритании именно по финансам и международному банковскому делу. Был такой предмет у нас – test location. И вот уже оттуда… Я просто вижу по тебе, что ты учился за границей, у тебя огромное количество заимствованных слов, перемешка с русским языком. А это, наверное, все-таки присуща нашей индустрии. Да, это индустрия еще, потому что все-таки очень много вещей, которыми мы здесь занимаемся. Ну, а локация не очень хорошо звучит, а локейшн – самый раз. Да, локейшн поинтереснее, да, и позвучнее, позвучнее. Вот. И, соответственно, в процессе пришел просто… Возник какой-то интерес к активам, не только как бы к акциям, я не приходил сразу же к акциям. Вначале попробовал облигации, посмотрел, как они работают, посмотрел именно, как на российском рынке они работают. Евробанды поторговал, и уже потом со временем интерес все-таки остановился на акциях. Но, опять же, когда я начинал, все-таки рынок акций, наш рынок, российский рынок акций, он представлял немножко другую субстанцию. Это какой год? Это прямо два года перед кризисом, 2006 год. Это был растущий рынок, это был интересный рынок с точки зрения истории. Здесь была большая возможность миноритариям, которые пытались на что-то влиять, пытались как-то играть здесь. Большой флоу был, был рост экономики, и был интерес к России. То есть Россию все-таки еще тогда, еще только… Но она отжигала. Отжигала, да. Естественно, с 2001 года по 2000, прямо до кризиса там отжигала. Каждый год 45-50 градусов рост. Да, да, были просадки, был ЮКОС там, все это негативный сентимент, он присутствовал, но в целом, конечно, в первую очередь был рост. Потому что, когда ты приходишь на развивающийся рынок, ты ищешь такой рост серьезный, а не какие-нибудь там 1-2 процента, и ты видишь именно развитие. И это присутствовало. То есть была налоговая система, она развивалась. То есть были некие либеральные подходы к банковской системе. То есть был рост. И это больше радовало, это больше интересовало, поскольку дать возможность заработать, все равно, когда ты приходишь в эту индустрию, ты хочешь заработать как себе, своему клиенту, пенсионным накоплением, будущим пенсионерам. Думаю, твоя задача это сгенерить какую-то идею, какой-то доход. И акции, они вот позволяли, это был такой более волатильный, более интересный инструмент, который давал больше возможностей как бы себя реализовать, найти какие-то потенциальные идеи, которые давали возможность очень быстро и себе заработать, и заработать клиенту. Вот. Со временем, соответственно, рынок он стал другой немножко, и в это, конечно, очень не радует, потому что на нашем рынке рынок акций, он стал очень сильно отличаться от того, что он из себя должен представлять. Все-таки, на мой взгляд, рынок акций, это акция, это рынок миноритария. И вот если бы наш рынок представлял себя рынок миноритария, он бы более был бы динамичный, я думаю, что многие компании бы, они имели к себе бы, и к ним бы было отношение немножко другое. А так, получается, мы ищем компаний, которые, опять же, либо очень дезинфицированы с точки зрения владения миноритарных пакетов, либо же компаний, которые ориентированы на какие-то точки, где рост, он в любом случае присутствует, то есть потребительский сектор, допустим. Дорогие друзья, у нас в гостях Вадим Бит Аврагим, старший портфельный управляющий компании УК Капитал, тема портфельной инвестиции. Если есть вопросы, звоните у нас в прямой эфир 6510996. В следующих нескольких десяти минутках мы как раз попытаемся поговорить о том, как отбираются эмитенты и что стоит за этим, а также поспрашивать вопросы после короткого перерыва на новости. Добрый день, дорогие друзья, портфельной инвестиции, тема разговора. Вадим Бит Аврагим, старший портфельный управляющий УК Капитал. Вадим, еще раз добрый день. Дорогие друзья, хочу на самом деле сказать, что передача должна быть интересной. Молодой человек, который сидит напротив меня, в этом году показали очень хорошие результаты по отношению к индексу, то есть больше 10% против минусового индекса. Да, но год еще не закончился, но надеемся, что мы этот результат сохраним. На самом деле это очень здорово, даже если вы там немножко потеряете, то все равно по сути дела против того, что сделан индекс, это великолепные результаты, учитывая, что вы большой неповоротливый слон и 90% вещей вам просто непозволительно делать. Да, ну, наверное, да, все-таки это есть. Хорошие пики в этом году это результат хорошей аналитики или еще чего-то другого? Ну, я скажу так, все-таки аналитика, она присутствует и... То есть аналитические рекомендации, это ваши конкретные рекомендации или рекомендации именно вашего аналитического департамента? Наш аналитический департамент занимается стратегией. Это стратегия, которая разрабатывается вместе с нами. То есть стратегия на год управления, факторы макро-микро. И, соответственно, на основании этого всего выделяются определенные сектора, которые в данной макро- и микро-структуре, они будут выглядеть лучше рынка либо хуже рынка. Соответственно, исходя из этого делается ставка на определенные сектора. После этого в этом секторе выбираются два лучших эмитента. Иногда три, но чаще всего все-таки некий там свот-анализ дает тебе возможность выбрать только двух эмитентов. После этого, соответственно, мы оцениваем эти двух эмитентов по критериям и, соответственно, это и рост, это финансовый анализ, это некая конъюнктура, в которой работает эмитент, это и, соответственно, менеджмент и капексная программа этого эмитента и некие инвестиционные критерии, которые предъявляются к инвестированию данным эмитентом в те или другие проекты. Ну и, соответственно, понимание вообще, куда движется данная компания и какие же все-таки точки появятся у нее в будущем, на которые она может опираться. Соответственно, это все делается не отдельно неким аналитиком и не отдельно только нашими аналитиками, потому что мы всегда прибегаем к неким ресерчерам со стороны селсайда либо независимым ресерчерам, которые могут дать нам может быть некое понимание того, некое понимание этой компании, которую мы, допустим, не видели или не могли посмотреть. Мы встречаемся с менеджментом, узнаем, какое их видение, что они делают. Понятно, что менеджмент чаще всего пытается продать свою компанию и они пытаются показать хорошее лицо. На любом случае это обязательно нужно. И после этого, соответственно, сформируется портфель. Соответственно, если мы правильно делаем ставку на те или другие сектора вот в этой макро-микро-структуре, макро-микро-экономике, в которой мы будем жить на предстоящий год либо два, то мы молодцы и мы, соответственно, угадываем и получаем некий от этого бонус для себя. Но, опять же, скажу, не всегда это происходит, потому что, если взять, допустим, тот же самый одиннадцатый год, он был неплохой с точки зрения макро-структуры и микроэкономики, но, если взять в общем рынок, был там целый список непредвиденных факторов, которые очень негативно повлияли на всех эмитентов, невзирая от того, какие финансовые показатели они показывали в тот период времени. Поэтому, в любом случае, есть некий риск, поэтому мы в своих портфелях всегда закладываем стоп, потому что без стопан на любом рынке невозможно работать. Даже вы на больших деньгах все равно ставите стопы. Конечно, потому что ну поймите, что... Нет, я специально, я понимаю, что вы это делаете, это очень здорово, потому что я специально хочу в эфире как раз громко и от тебя, и от себя людям сказать, чтоб какими деньгами вы не управляли ли деньгами, как же правильно? Деньгами. Деньгами. Такими деньгами вы не управляли, все равно нужно ставить стоп, потому что это единственная ситуация, в которой вы можете проконтролировать свой риск. Обязательно. А есть, конечно, такие игроки, как BlackRock, как Pimka, как Capital, которые наверняка обладают таким огромным количеством денег или разных инвестиционных портфелей. Они могут разбавляться. Они могут разбавляться. И как долго они держат этот рынок? У них совершенно другие размеры. Но, опять же, пока наш рынок еще и наши пенсионные деньги не достигли такого объема. Ты думаешь, это будет когда-то в светлом будущем? Если мы внутри страны кое-что подкорректируем, то, я думаю, это возможно сделать. Но не быстро, совсем не быстро. Пока, в первую очередь, политическая система не позволяет этого. И, соответственно, стоп, он всегда помогает, по крайней мере, оценить. Даже если ты не прав был, ты можешь всегда зайти в этот рынок. В моменте, да. Да, он тебя может спасти в какой-то момент, но он может тебе навредить. Для этого делается структура стопов, которые делятся на 10% стоп, 15% стоп и 20% стоп-аут, когда ты уже в любом случае, хочешь не хочешь, тебе придет твой риск-менеджер и тебя заставят порезать все. Потому что, даже имея там 10% в акциях, они могут нанести урон фиксированной части. Ну да, если они падут на 30%, потеряете 3% в портфеле. Да, а в условиях, когда тебе нужно показывать, в принципе, каждый год некий гарантированный доход, некий растущий доход, инфляция плюс, в этих условиях потерять там 3%, это сработать себе в ноль. То есть ты будешь работать просто в ноль и заработаешь только пенсионерам, но себе на жизнь ты не заработаешь. Поэтому здесь приходится вот... И ты очень-очень правильную политику на самом деле взял, знаешь, кто-то со стороны какой-то тролль посмотрел бы и сказал, что этот парень в первую очередь говорит себе заработать. Потому что люди должны понимать на самом деле, если трейдер действительно, который управляющий портфелем, он зарабатывает себе деньги, то он, естественно, и зарабатывает деньги своему клиенту. То есть это абсолютно нормальное явление. Поэтому мне как раз очень импонирует о том, что ты говоришь, себе хочется заработать и себе хочется кушать, поэтому это абсолютно нормальное явление для себя. Это некий рыночный двигатель, потому что если его не будет, ты будешь сидеть... Ты можешь сюда инвестировать в УФЗ и прекрасно сидеть, и тебе ничего не нужно. Можешь там... А если начнешь спекулировать на УФЗ, допустим, ты уже попытаешься заработать что-то. Соответственно, в этом случае, с точки зрения тебя, как частного управляющего, твоя задача в первую очередь найти некие точки роста, некую диверсификацию, чтобы она приносила доход не только клиенту, который он хочет, но и в себе тоже. И здесь, опять же, вернемся к этой селекции. В этих условиях селекция, особенно в текущих условиях нашей рыночной действительности, когда мы не видим серьезного экономического роста, когда мы видим только точки, именно секторальные точки роста за счет потребления. У нас социалка растет, растет. Соответственно, куда деньги идут? Эти деньги идут в магазины. И в магазинах чаще всего покупают самые необходимые товары. Поэтому, если взять глобально, в этом году не растет майнер, не растут майнеры. В этом году, в принципе, электроэнергический сектор и европейский, и наш, он находится под давлением. Правда, европейский он начал управляться, наш, он находится там же, потому что политика не позволяет. Ну, не просто даже политика, а это вынужденная мера, то есть мы все равно должны платить. Да, вынужденная мера, но любая вынужденная мера должна иметь какое-то рыночное обоснование и некий рыночный расчет. А видишь, какая у тебя проблема? Ты очень долго учился за границей, ты, например, смотришь, как оно должно быть. Но, с другой стороны, видишь, мы потом, у нас после рубрики, как раз я хочу именно твое мнение узнать про Соединенные Штаты Америки. Ты, как человек, который учился за границей, как экономист, было бы просто очень интересно послушать твое мнение. Но пока ты абсолютно все верно говоришь, одно маленькое но, это мы не за границей. Да, есть внутренние факторы. Ты иногда вот оглядываешься, ты понимаешь, что это не Лондон. Это не Лондон. Это не Лондон, нужно к чему-то стремиться. Я не говорю сделать полный, мы никогда не переведем, даже это показывает еще раз, и та система, которая функционирует в Европе, и то, что сейчас происходит в Штатах, с Обама, Киа, Медики, где невозможно построить настоящую рыночную структуру, рыночную систему. В любом случае, социальные обязательства, они будут присутствовать. Ты видишь, что у нас действительно получилось? Американцы, на самом деле, вот всегда буквально там до прошлого года, все действительно думали, что это идеальная система экономики, но оказалось наоборот, что это система, которая на сегодняшний день, наверное, самая плохая. Есть отличие основной этой системы в том, что там есть дискуссия. Там есть дискуссия двух разных... Вадик, что с того, что мы будем дискуссировать? А то дискуссия ни к чему не приводит. В дискуссии появляется некое решение, то ли иное проблематик. После того, как будет рубрика «Вне времени», как раз я хочу с тобой именно... Это даже не дискуссия наша будет, а я больше хочу именно твое мнение. Я скажу свое мнение по поводу Соединенных Штатов. А ты скажешь свое, как с точки зрения человека, который действительно учился там в экономическом заведении. А после рубрики «Вне времени» мы продолжим нашу интересную беседу. Добрый день, дорогие друзья, в третий раз. Вадим Битов Рагим, старший портфельный управляющий УК «Капитал». Добрый день. Добрый день. У нас прямой эфир 6510996. Звоните, задавайте вопросы. Вадик, по поводу... Например, я не знаю, насколько вы можете раскрывать информацию, насколько не можете. Например, что вас стрельнуло в этом году? Это открытая информация или не открытая для вас? Я думаю, это открытая информация. Я не сделал ни для кого секрет, поскольку каждый человек, получив, если заинтересуется, тот передал накопительную часть управляющей компании «Капитал» или какой-то НПФ, он может запросить, в принципе, куда инвестируются его денежные средства. Что в этом году сработало для вас? Я не буду говорить про облигации, поскольку это немножко другая ниша. А если говорить про акции, то тут опять же все не очень... ничего особенного не скажу. Это, в первую очередь, «Магнит», это потребительский сектор, это компания, которая единственная в нашем рынке, и удается развиваться за счет региона, за счет вот этого постепенно... Они огромное количество денег вкладывают сами в свой бизнес. Да, и они растут, опять же, это рост, который они придумали, это не национный рост. Это элементарное... долгие годы наши регионы ничего просто не потребляли. Они находились в ситуации, когда им доставались некие просто крохи от федерального бюджета там. Многие даже до сих пор датируются. А тут им повысили пенсии, им сделали большее довольствие бюджетникам. То есть, просто-напросто увеличились доходы обычной большой России. И эти люди пошли в магазины. Они начали потреблять, тратить. А «Магнит» очень умело создал хорошую логистику. Он создал... открыл правильные магазины в правильных точках. Все это было рассчитано, посчитано. Это не ноу-хау, это во всем мире активно используется в ритейле. И они за счет этого теперь получают максимальный доход, что не может себе позволить. Тоже самая X5 ритейл группа, поскольку она перегружена долгами. И она сидит в центральном регионе и особо никуда больше не идет. Не может лезть. Да. Тот же самый Дикси, который тоже готов бы развиваться. Но у него, опять же, они купили Викторию. Долговая нагрузка. Долговая нагрузка. Больше брать заемных средств, развиваться и сделать больше инвестиционной программы не могут. Поэтому вынуждены пока... У них просто-напросто ковенанты лежат на них со стороны банков. Поэтому они вынуждены сейчас как-то... Раздать долги, а потом попрошу. Поэтому маржа низкая и какую-то маржинальность. А у ритейла такой бизнес, если ты не растешь, то показывать лучший результат ты не сможешь. У тебя маржа копеечная. Да, маржа копеечная. Совершенно верно. То есть эффект масштаба, в первую очередь, на руку ритейлу. Поэтому магнит здесь в уникальном положении. Он оказался в нужное время, в правильном месте и выстроил правильный подход и с инвесторами. Он взял в себе консультанта хороших людей, правильных людей. И, конечно, Горецкий, он сам как достаточно профессиональный менеджер, наверное, правильно смог развить весь этот бизнес и построить логистическую цепочку. Вторая бумага, которая показала очень хороший результат, это МТС. Мобильный телекоммуникационный сектор – это тоже достаточно простой бизнес с точки зрения понимания. Какая бы ситуация в экономике не происходила, перестанут люди разговаривать по телефону с учетом того, как проникла мобильная связь в сферу нашей жизни, мне кажется, в последний момент. Поэтому тот, кто успел построить хорошо бизнес, тот, кто смог вложиться хорошо в дату, что сделала компания МТС, они теперь получают от этого максимальный эффект. Да, они получают от этого дивиденд. При этом они правильно работают с миноритариями, отправляют большой денежный поток, который они получают. А у них EBITDA margin порядка 52%. Это огромная цифра. Это огромная цифра, да. И привязали к тому же дивиденды к EBITDA. То есть, фактически, чем больше ты растешь, тем больше ты положишь дивиденды. Это все вызывает интерес со стороны инвесторов. Причем это не только в России. То есть, если взять там глобальные компании, которые в развивающихся странах, вот именно растут еще. Они уже даже, можно сказать, не растут, но они уже поснимают сливки с того роста, с тех инвестиций, которые они делали несколько лет. И вот этот рост, который они делали несколько лет, он вылился в то, что теперь они могут получать большие доходы от своих абонентов. Это два фактически лидера, которые доступны, которые более-менее ликвидны, которые сейчас можно использовать с точки зрения инвестиций, там, пенсионных накоплений, пенсионных денег. Все остальные бумаги, я не могу сказать, что они показали какие-то рекорды. Сбербанк хорошая история, качественная история, но она очень ликвидная история, она тоже присутствует в нашем портфеле. В этой истории нужно играть более осторожно. Ну, шансов, что с сегодняшних цифр Сбер прибавит 20% или потеряет 20%, это гадание на кофейной гуче. Это приблизительно так, но отличие его, допустим, если взять два основных столпа нашего индекса МВБ. Газпром, Сбербанк. Газпром это история, которая, она, на мой взгляд, она отжила себя. Она отжила себя не только потому, что это непрозрачная корпоративная культура. Да, многие люди уже поняли, что это на самом деле ненародная компания. Да, и это не открытие уже, и это первое. Второе, роста как такового Газпрому добиться в текущих условиях будет очень сложно, потому что много слишком факторов, много слишком социальных обязательств. Газпрому расти нужно будет, если расти, то нужно очень жестко относиться к своему денежному потоку, относиться к своим инвестициям. А это уже сопряжено с тем, как государство себя поведет. Пока я не вижу, допустим, в том же самом менеджменте Газпрома движения в эту сторону. А Сбер преобразился, Сбер очень сильно преобразился, и вот этот рост, который мы видели, и отчетность, которую он сегодня, допустим, отчитался за 9 месяцев, достаточно положительную отчетность дал. И до этого он растет темпами лидера на рынке, то есть достаточно большой банк растет темпами, как какой-нибудь только еще развивающийся банк. Последняя ситуация, как ты характеризуешь, когда Греф на самом деле рассердился на всех остальных из-за того, что они ведут нечестную борьбу именно по ставкам. Это последний раз, я не знаю, читал ты или нет. Ну, да, я слышал эту информацию. Да, да, Греф сказал, что на самом деле нечестная борьба, там Сбер дает 8-8-25 годовых, а есть банки, например, которые, естественно, за счет чего банки могут дать 11% годовых. Только за счет того, что у них более доступное кредитование, например, чем у Сбера. Естественно, они берут выше ставки по кредитованию и за счет этого им могут дать, за счет чего банк может заработать. Только за счет этого. Спасибо, актив. Да, и Греф сказал, что он на самом деле будет очень сильно давить на эти ситуации, но это же рыночная конъюнктура. Да, и он пытается защищать свою нишу, но тут нужно, мне кажется, это больше некие такие словесные интервенции, потому что нужно разделять точно. Есть банки с высоким риском, есть банки с определенным достаточностью капитала, есть банки, которые оцениваются по стоимости чистых активов по капиталу. Сбер – это самый крупный банк, и это банк, который, опять же, свою процентную маржу зарабатывает не только за счет того, что он кредитует. У них огромное количество вообще составляющих. Да, это и деньги пенсионеров, которые они, в принципе, забесплатно получают и могут аллоцировать свои проекты. Это и доступность всегда к финансированию, ЦБшному к финансированию. И у них, возможно, заработать на этом финансировании значительно больше, чем у кого-нибудь, к примеру, банка второго-третьего эшелона, потому что ХКФ, к примеру. И плюс, соответственно, Сбер, он системообразующий банк, он может давать эти деньги, и просто за счет того, что он привлекает ЦБ и дает другим банкам, он за счет этого может зарабатывать. Но у Сбера есть очень большие затраты. У него все равно еще остается большое количество сотрудников. Да, зарплатный фонд огромный. Зарплатный фонд, да. Невзирая на то, что они провели очень много изменений, модернизировали, сделали много автоматизированных процессов, сделали в любом случае, он еще будет нести вот это бремя огромного количества сотрудников, персонала. Народный банк. Народный банк, да. Но этот банк, даже с учетом всех этих показателей, он, опять же, сравнивать его там, не знаю, с турецкими банками, он до сих пор торгуется один капитал, да, или один и два, в лучшем случае, когда он стоил там 110 рублей. А если взять там турецкие банки, они торгуют и полтора капитала, и два капитала. То есть это банки, которые при этом, понятно, что в России просто закладывают больше риск, как у Телес-Премии он выше, из-за того, что просто-напросто здесь и политические риски, и то, что вот вы сейчас сказали, и то, что у Сбера, он, как система, образующий банк, больше преимуществ с точки зрения доступа к финансированию. Ну, огромная машина, она, естественно, менее подвижная, но у нее есть свои, конечно, плюсы. Да, но они, опять же, вернусь, они все равно встроены в эту систему потребления, то есть они опосредственно получают доходы от того, что люди потребляют, от того, что люди берут кредит в банке. И это главное его преимущество, то есть это то, за счет чего банк может расти, потому что, если там уже сравнивать с банками, там, Тинькофф, ХКФ, то эти банки вообще растут темпами несравнимыми. Ты сейчас скажешь, я согласен с тобой, Тинькофф сейчас будет, хочет IPO размещаться в Англии. Мне кажется, это очень интересная история, жалко, что он в Англии размещается, но я понимаю, почему это делается. Привлечь российского инвестора в такую инвестицию, так же, как Киви размещалась, не в России, и они в Штатах размещались, и им особого интереса здесь не было. В Штатах огромный интерес к этой компании. То же самое и Тинькофф, но это банк, который очень быстро вырос, у него чуть ли не в 4 раза выросли активы, и бизнес достаточно простой. Ты просто берешь деньги и кредитуешь, причем их главное преимущество это в том, что у них нет персонала, у них нет огромного количества людей, которым нужно платить зарплаты. Это все электронный подход, это все интернет. Тем не менее, ты же понимаешь, да, что, допустим, шансы иметь проблемы огромны. Шансы иметь проблемы со стороны регулятора, поскольку то, что вводит в 2014 году регулятор, да, это непредсказуемо. Да, даже, да, то, что они делают, например, даже вот эта скандальная ситуация, история была, которая с, я не знаю, ли ты слышал, с молодым человеком, который в виде контракта сделал. То есть, на самом деле, это уже не первый раз, я читаю даже элементарно на форумах, то, что люди действительно жалуются, что даже если ты полностью упадил кредитную карточку, невозможно там выйти. То есть, там, наверное, юридически такая сильно обоснованная база, что люди просто не могут вылезти. Ну, это задача регулятора сделать этот бизнес более прозрачным. Несколько там, я думаю, 10 лет тому назад в Штатах этот бизнес развивался такими же темпами. Да, кредитные карточки просто. Да, и тоже он был очень нерегулируемый. Потом сделали некий потолок по ставке, соответственно, чтобы просто нам человека не вгоняли в некую там долговую яму, чтобы он мог выбраться из нее. Это тоже к этому мы придем, но пока-пока это еще не введено. И банки снимают, опять же, как и те же самые в том же самом потребительском секторе, в телекоммуникационном секторе, они снимают эти сливки, которые были насчет потребительского бума. И Тинькофф, на мой взгляд, выбрал правильное время, потому что сейчас можно хорошо выйти, можно неплохо разместиться, интерес большой, потому что таких игроков нет в нашем рынке. У нас банков можно перестать по пальцам. Да, у него в данной ситуации конкуренция очень маленькая. Да, да, да. И единственное, что разместяться они хотят, наверное, дорого. И вот этот мой вопрос, как они договорятся с инвесторами, если они смогут найти некую середину, чтобы это было более-менее разумно, то есть не три, не четыре капитала, которые, я думаю, что они захотят, а может где-то в районе двух капиталов. Хотя, опять же, там этот банк очень сложно оценивать по капиталу, потому что у него, когда там у тебя ты растешь, у тебя растет кредитный портфель, тебе нужен постоянно капитал. И если у тебя там еще и ЦБ вводит новые требования по достаточному капиталу, тебе в любом случае потребуется… Там понравятся деньги. Да, поэтому его можно оценивать там побольше по мультипликаторам. Там если взять аналоги, там по ПЕ, в среднем они торгуются в районе там 11-12. Поэтому, может быть, Тинькофф там на этих уровнях может чуть пониже, может дисконт. В смысле того, как они, опять же, премаркетинг проведут, они смогут договориться. Но Тинькофф, на самом деле, парень не жадный, я думаю, что он в данной ситуации как раз именно и наимет лучших. Я думаю, да. Там много западных консультантов и западных инвестиционных банков, которые уплесят, и я думаю, что они найдут некую середину. Англия не самое, конечно, лучшее место выставляться на IPO по ряду причин, но, видишь, почему-то в Америку многие не хотят идти. Я думаю, что в Америке все-таки, ну, это мой такой взгляд, более все-таки зарегулированная биржа, больше требований к эмитенту предъявляются. В LSE они пошли более таким простым путем. Ради бога, вот площадка, только размещайтесь. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость, как вы видите, Вадим Битов Рагим, старший портфельный управляющий УК «Капитал». Как раз все-таки вы должны были начать тему именно, как раз Вадик хотел послушать твое мнение, именно чисто экономическое такое мнение о Америке. Поэтому последние 10 минут я обязательно начну тебя мучить, потому что просто интересно твое экономическое мнение. Мне очень нравится и панирует твой подход четкий. И поэтому после новостей, дорогие друзья, дорогие друзья, прямой эфир. Вадим Битов Рагим, старший портфельный управляющий УК «Капитал». Вадик, еще раз. Добрый день. Добрый. 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. Давай все-таки с тобой поговорим о Соединенных Штатах, потому что на самом деле проблема, она очень сильная. И буквально две недели назад я выступал на встрече трейдеров Саксбанка. Ну и там, значит, как раз перед новостями Бернанки люди ставки начинают делать. Я даю тысячу баксов, что будет это, я даю тысячу баксов, что будет это. Ну я вышел на сцену и сказал, говорю, ребята, понимаете, что вы сейчас играете в игры. Это гадание на кофейной гуще, потому что до тех пор, пока действительно сейчас в Америке ситуация не определится, то действительно мы не будем понимать, куда мы идем. И действительно последние две недели мы открываемся один день процент вверх, один день процент вниз. Мы просто тупо стоим в промежутке между 142 до 146, мы стоим в этом промежутке постоянно. Так? Вопрос один. Первое. Хочу, например, узнать лично твое мнение про Соединенные Штаты Америки. Все-таки что будет, как они в данной ситуации, твое мнение, выйдут из этой проблемы. Потому что ты понимаешь, они могут только выйти из этой проблемы локально. То есть, да, у тебя там какой-то нарост есть, тебе его удалили, но на самом деле вся проблема внутри. Поэтому хочу именно твое мнение как человека, который действительно вот учился за рубежом и понимает экономическую составляющую изнутри. Вопрос очень интересный. Это сугубо твое мнение. Да, я понял, вот мое мнение, и я сейчас его скажу. Просто я хочу сказать одну такую вещь, что когда у тебя болезнь настолько глубока, чтобы ее вылечить, необходимо делать очень серьезное, острое хирургическое вмешательство, которое может непонятно к чему привести впоследствии, то здесь все доктора и все те, кто пытаются лечить этого больного, они будут крайне осторожны и будут пытаться до последнего пичкать его лекарствами. Поэтому я думаю, что ФРС, Обама, Сенат, республиканцы, демократы сейчас в одной и той же ловушке. Они вынуждены будут в любом случае дискуссировать, принимать локальную меру и повышать постоянную планку государственного долга. Поскольку единственная возможность выйти из этого, она заключается в том, чтобы просто-напросто остановиться и сказать, ребят, все, мы признаем свою некую локальную фейл. Но это не локальный фейл. Я не знаю, ли мы можем говорить на радио слово опа, но это чистое опа. Да, но она приведет к этим последствиям, но в начале, в начале, в любом случае, они должны использовать все меры, которые они могут только найти. То есть повышать планку государственного долга, пытаться каким-то образом принимать неполитические решения. И это реально сделать. Ты понимаешь, что цифра, которая, например, висит над Соединенными Штатами, она не просто... Это цифра очень своеобразная. Она не гигантская, она архиогромная. Нужно всегда понимать, что это не просто цифра. Это цифра, которая обеспечена определенным количеством произведенных продуктов, определенного количества построенных домов, произведенных технологий, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. И они ими владеют. Эту цифру можно очень легко уменьшить, в первую очередь, за счет того, что сделать некие структурные изменения внутри экономики. В первую очередь, это социальная сфера. Это очень непопулярные меры. То, что пообещал Обама, их невозможно... Я тебе говорю, как человек, который прожил за границей, что на самом деле, если даже не взять составляющую, которая видимая, а взять составляющую, которая изнутри, то на самом деле проблемы гораздо глубже, чем показывают их. То есть то, что вы видите по телевизору и то, что я, например, знаю, происходит, когда элементарно на простом смертном это видно. Когда, образно, моя теща идет к врачу и ей говорят, вы знаете, а это не предусмотрено, а то не предусмотрено, если раньше она шла 3-4 года назад и говорили просто, пожалуйста, хотите эти лекарства, 1000 долларов за таблетки, пожалуйста, принимайте эти. Хотите, образно, этот фантастический электрофорез, принимайте электрофорез. То сейчас это до такой степени натянуто, то есть ищут миллион причин. Я тебе просто расскажу ситуацию, которая вообще не мог никогда подумать даже, что в Америке могла произойти. Я был недавно в Будапеште и прямо внизу вижу американцы идут. Ну, я остановился с ними поболтать, начинаю познакомиться, значит, пара, муж с женой, где-то лет 65, он доктор-хирург. И всю жизнь, всю жизнь, там, с 30 лет у этого хирурга был диссабиллит иншуранс. Всю жизнь. Диссабиллит иншуранс для гостей, для наших радиослушателей, это вдруг, если что-то случается с человеком, там тебе палец отрезал, ты не можешь больше оперировать, у тебя просто страховка тебя закрывает. Так вот, диссабиллит иншуранс у него всегда был, потом вдруг, где-то года два назад, у него действительно происходит какая-то проблема с рукой, он не может оперировать, он начинает поддавать документы, оказывается, что у него страховка уже закончилась. То есть, что произошло? Они сказали, он сейчас будет, естественно, с ними судиться, но страховая компания сказала, что мы два раза вам присылали бумажку, чтобы вы оплатили квитанцию, а вы не оплатили. Естественно, они, естественно, понимали, что ему 65 лет, и он подходит к такой ситуации, когда он будет обязательно уже брать вот этот диссабиллит и страховку для того, чтобы больше не оперировать, потому что просто по возрасту, и они образно его опередили. И это не первый случай, который я знаю. То есть, сейчас происходит такая мутация непонятная, где действительно до такой степени все становится жестко и не очень хорошо. Естественно, когда человек туда приезжает, как наш новый русский, и у него 50, 60, 70 миллионов, 100 миллионов долларов в банке, и он получает там энное количество процентов, даже если он 1 процент, 1,25 банки получает, получает свои там 1,5-2 миллиона долларов в год, ему абсолютно по барбану. Мы говорим за простых смертных. Начиная от того, как с тобой разговаривает полиция, заканчивая всеми остальными. То есть, это действительно, ты знаешь, на самом деле, просто видно от простых смертных на улице, что это действительно очень сильно и очень жестко происходит. Это не та ситуация, которая была 10 лет назад. И абсолютно не та страна, которая была 10 лет назад. Поэтому то, что происходит с Соединенными Штатами, это не просто вот эта видимая ситуация с долгом, это то, что происходит внутри страны. Почитая внутренние форумы, ты увидишь, люди на самом деле начинают ненавидеть свою страну. Ну, я, может быть, не такой специалист в Соединенных Штатах Америки, но я могу сказать. Я не специалист тоже, я тебе просто говорю то, что я вижу изнутри. Это, ну, понятно, что большое, есть один плюс у Соединенных Штатах Америки, у них есть конкуренция, у них есть технологии. Эти технологии можно, за счет этих технологий можно решить проблему и долго, и решить проблему. Каким образом? Эти технологии можно, еще, такой пример. Ну, вот китайцы, смотри. На балансе всех корпоративных, всех компаний в Штатах 1,4 триллиона долларов. Эти деньги лежат тяжелым грузом, потому что они не могут их никуда инвестировать. Им страшно куда-то инвестировать, они не хотят никуда инвестировать. Есть огромное количество состоятельных людей в Штатах, которые с помощью разных оптимизаций и вариантов ухода от той налоговой шкалы, которая присутствует в Штатах, а это, в принципе, можно сделать, если у тебя есть хороший юрист и хороший адвокат, это можно спокойно уменьшить, по крайней мере, то налоговое время. И есть корпораты, которые большую часть из них, опять же, платят большую часть налогов не внутри резиденции в Штатах, а за рубежом. До сих пор никто в Сенате, никто в Конгрессе не пытался принять такое решение, не популярное, чтобы каким-то образом наладить диалог вот с этой большой нишей, которая зарабатывает деньги на вот этих, о которых вы говорите, обычных потребителей. Ты говоришь там 1, 2, 3 триллиона долларов. Долг в разы. Вы же в разы. Если взять сегодня настоящий долг, то, что вот отсчитывают, то это 200 триллионов. Не 15 триллионов, это, естественно, цирк. Это не 15 триллионов, о которых, например, говорят. И цифра с такой скоростью на самом деле неумолимо растет. Это приблизительно как четвертая степень ракового заболевания, когда у тебя прогресс, он не может преобразить твой регресс. То есть ты действительно регрессируешь гораздо быстрее, чем, например, сделать какую-то таблетку, у тебя организм уже ушел. Еще один момент. У Штатов есть резервная валюта. Это резервная валюта, на которой базируется вся финансовая система мира. В принципе, если это резервная валюта, за счет резервной валюты можно многое что купить, можно кое-что именно для страны. Можно сделать такое количество, предпринять такое количество разных необходимых финансовых приемов, чтобы весь мир оказался заинтересован в том, чтобы Штаты устояли. Так дело в том, что на самом деле на сегодняшний день и для, в принципе, для всего мира и нужно, чтобы Штаты устояли. Да, поэтому... Потому что если действительно в Штатах будет проблема, то это будет проблема везде. И будет проблема огромного масштаба, которую люди даже не понимают. Когда, знаешь, на каких-то форумах люди пишут смешочки какие-то, говорят, вот там сейчас, да, пендесы, америкосы, там все завалится и все остальное. Люди не понимают, о чем они говорят. Конечно, не понимают, да. Они не понимают, знаешь, когда это... Это будет для каждого гражданина коснется. Это всех, каждого. Да, это огромный метеорит, который просто накроет всех. И еще один такой момент. Все политики глобальные, эти лидеры стран, они должны прекрасно понимать, что на протяжении многих лет эти люди активно вкладывали в эту систему. Активно вкладывали. И они понимали, что этот долг растет. И уже, в принципе, было в начале 2000-х понятно, что этот долг уже невозможно полностью оплатить. Но все равно все продолжали вкладывать. Китайцы, потому что они предстояли свои цели, они стерилизовали денежную массу, им это было выгодно. В России ситуация была похожа, мы сформировали стабилизационный фонд и вкладывали туда огромное количество денег. Япония преследовала свои цели. Это огромное количество стран, которые использовали Штаты, способствовали вот этому. И как любой наркоман, которому он будет давать наркотики, пока ты его не начнешь лечить, сам не начнешь сам себя лечить, он будет тебя брать в наркотики и колотиться. Я действительно с тобой тут согласен, что действительно проблема была запущена всеми. На самом деле, да, это копилось как бы десятилетиями, это не проблема вчера или позавчера. И все действительно, ты правильно говоришь, каждый внес свою маленькую налепту. Да, и выйти из этого быстро не получится, и не надо строить иллюзии, что после того, как примут лимит долга, увеличат до 17 триллионов, рынки вдруг все переоценивают, все теперь хорошо. У нас осталась одна минута, и я просто хочу твое личное мнение. Вот смотри, такая ситуация. В Америке тяжелая ситуация, все плохо. В Европе, по сути дела, тоже в Евросоюзе все не очень хорошо, ну за исключением нескольких стран, да, с положительным ВВП. Германия, Франция, более-менее Италия там в меньшей степени. Почему СНП стоит на этом уровне? Я согласен с тобой, я тоже всегда говорю, что рынки не есть спекуляции. Вернее, рынки это есть спекуляция, а не прямое отображение экономики. Твое личное мнение. Мое представление следующее. Тот объем денежной ликвидности, который обеспечивает ФРС, который продолжает обеспечивать, это денежная ликвидность, она направлена на то, чтобы увеличить стоимость активов. Вся стоимость активов штатов, она привязана волей-неволей к фондовому рынку. Однозначно на 200%. К МБСам и к стоимости заимствования. И ФРС, это пока единственная система, которая каким-то образом поддерживает то, что происходит в штатах на плаву. Это те же деньги, которые идут от государства в увеличение государственного долга. Они немножко по-другому идут. ФРС, у него есть механизмы стерилизации. Другое дело, что через вот эту ликвидность, они таким образом постоянно задирают, задирают стоимость активов. Вадим, у нас, к сожалению, осталось 15 секунд. Думаю, что надо будет продолжить очень интересную беседу. Дорогие друзья, Вадим Битов Рагим, старший портфельный управляющий УК Капитал. Вадик, тебе огромное спасибо. Дай бог, чтобы дефолта не было. Да, спасибо всем. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok